Всем привет! Сегодня я решила снять видео, опять на веб-камеру, не на свою камеру хорошую, а видео про советы людям, которые едут в Англию, учиться или просто как туристы. В общем, первый совет, который я хочу дать, это берите с собой тёплую одежду просто обязательно, не смотрите на какие прогнозы, не смотрите, что сейчас, допустим, в России очень жарко, не смотрите на это всё, берите с собой тёплую одежду, потому что ветры, в большинстве 99% будут ветры. Никогда там не было, вот я два года там жил, никогда не был такой. Ну, днём, да, было как бы жарко, но вечером никогда не бывает тепло. Дожди там действительно, ну, очень часто бывают. Просто имейте в виду то, что они там такие, знаете, маленькие, неприятные, то есть как бы тоже как сам не чувствуется, но чувствуется такое, знаете, как маленькие такие капельки. Да. Потом ещё совет один, который я хотела бы вам дать, мне кажется, очень важный, это когда вы приезжаете в Англию, люди там очень привыкли, знаете, улыбаться, ну, как бы постоянно. И когда, допустим, даже незнакомый человек проходит мимо, они даже могут сказать, знаете, хай, там, не знаю, какой-то, брат, я никогда не могла не видеть этого человека, и он с мной может поздороваться. То есть будьте готовы к тому, то, что, ну, надо будет улыбаться прохожим, знаете, как-то так дружелюбнее там быть, потому что мы же в Москве вообще не привыкли, как бы, посмотри, что это на меня улыбается, знаете, странная девочка. Вот, а в Англии они, наоборот, очень любят, знаете, когда вот эта проблема у русских в основном, а я приехала, когда первый раз, я как бы ещё испугана была, то, что не была уверена в знании своего английского, и вообще так всё в новинку было. Я сделала такую ошибку, что я просто всегда ходила вот с таким лицом. Ну, так он всех смотрел. И, ну, я сейчас даже фотографию недавно нашла, где он кого-то с таким, ну, я, знаете, просто смотрю в сторону, когда-то вот так, как бы, не знаю, какой-то дал какой-то. Вот, поэтому всегда улыбайтесь, особенно если вы приезжаете в какую-то школу, и для ещё детей, которые едут в школу, то, мне кажется, самое важное это показать то, что если у вас реально хорошие знания языка, и, ну, вы более-менее уверенный в себе человек, то, ну, не стесняйтесь первое подойти, потому что если вы приезжаете в школу, то там, ну, как бы, большинство народу новенькие, и все стесняются, и сами наверняка хотят тоже подойти, но, как бы, ну, боятся. Поэтому если вы сделаете первый шаг, то я больше чем уверена, что вам, скорее всего, пойдут навстречу, вот, и что всё у вас будет хорошо. Я надеюсь, всем желаю, кто едет в Англию, чтобы у вас всё было хорошо. Не переживайте, если поначалу будет сложно. Вы знаете, что, вот, допустим, мне тоже начало было очень сложно первые два года, даже сказать, ну, долгое время, вот, а сейчас более-менее всё налаживается, потому что я начала потихоньку открываться, кажется, не знаю, ну, не надо сразу, знаете, так все свои показывают, всю себя, вот, ну, потихоньку надо, конечно, как бы, давать им понять то, что, то, что вы общительны, чтобы они тоже начали с вами общаться. Что ещё очень важно я хотела сказать, это, если вы, ну, как бы, курите, то и просто едете не только в школу, а вообще, в принципе, в Лондон, покупайте блок сразу сигарет, потому что здесь не очень дорогие, и вот у меня все друзья, которые курят, они постоянно привозят своё. Вот, ну, это так, просто я вам сказала, чтобы вы знали. Вот, с алкоголем то же самое, но я не советую вам, честно говоря, алкоголь привозить, это, по-моему, немного нелегально, не знаю. Вот, и ещё, это, пожалуй, всё, что я хотела сказать. Я хотела вам рассказать о своих любимых местах в Лондоне. Вообще, я всегда приезжаю на метро со станции Ливерпуль. Ну, это Ливерпуль, это, ну, где поезда ходят, такая у нас станция. Вот, и от Ливерпуля я всегда еду в центр Лондона, на Оксфорд-стрит. Все, наверное, знают, там это просто самая большая улица магазинов. И на это Оксфорд-стрит я всегда захожу вокруг, там есть большой топ-шоп, прям как вы ходите из метро. Там этот топ-шоп, четыре этажа, он просто огромный. И после этого я иду в Селфриджес. А в Селфриджес я обычно, даже здесь мне ничего не надо, мне просто нравится там гулять. И там очень еда хорошая на последнем этаже, там стволовая такая, очень полезная еда. Вот по поводу еды я как бы, потому что стараюсь, когда еду куда-то, я скорее, знаете, кофе вот так раньше пила, ещё что-то. Ну, так как я сейчас пытаюсь больше кушать, ну, совмещать всё со спортом и питаться более правильно. Я посмотрела пару мест, которые, ну, если хотите, посмотрите в гугле, я вам название скажу. Первое место это Whole Foods, есть такой магазин здоровой еды, он находится в Ковенгарден, это в центре находится, где букингемский дворец весенний школьник. Есть такой ресторан, Леон называется, Леон, ну, как пишется, как L-E-O-N. Очень хороший ресторан, я там была всего два раза, но мне там очень понравилось. Во-первых, мне нравится то, что там написано, допустим, есть лёгкие какие-то блюда, есть вегетарианские, то есть всё раздельно, я хоть не вегетариак, но, знаете, всё равно прикольно, да, потому что у них такое меню. А калории там тоже написано над калорием, вот, и мне очень нравятся там супы всякие, ну, хорошие, да, и такая более-менее лёгкая. Потом мне нравится японский есть ресторан, называется Вагамама, тоже очень хороший, там, там, правда, дороговато довольно-таки, но ещё есть Йо-Суши, это когда вот так суши вот так по конвейеру крутятся, находится на Оксфорд-стрит тоже, и очень вкусный ресторан, он находится очень много, где у меня даже в Ипсвичи есть в городе рядом, в котором мы школы выучили, нет, в Ипсвичи есть в Лондоне, просто очень много я видела, в Эстфилдах, вот в этих торговых центрах, называется Нандоус, и там очень, там просто всё вкусное, там есть нереально вкусные десерты, как замороженное-мороженное, замороженный йогурт, пудинги всякие, курицу там нереально делают, там есть острая еда, лёгкая еда, мясо, просто вот, знаете, если всей семьёй куда-то сходить, то обязательно советую вам Нандоус, потому что у меня там и папа себе что-то находил, и мама, и вообще, и я там обожаю кушать, я теперь вообще полюбила очень острую еду, меня прямо пропирала на все, знаете, индийскую, азиатскую, короче, кухню, вот, поэтому я вам очень советую туда сходить. И ещё мои любимые места на Уайт-Сити, ну это всё станции метро, на Уайт-Сити есть нереально большой торговый центр, я туда люблю ездить зимой, потому что на улицу холодно ходить, так что если вы поедете, обязательно посмотрите. Называется Уэстфилл торговый центр, их всего три в Лондоне или четыре, не в Лондоне, а в Англии, если не ошибаюсь, и там магазины в основном такие же, там очень много магазинов, такие же, как Окса-стрит, нереальных размеров, просто там можно всегда вкусно поесть, там типа лаунж закрытый есть, там просто вы ходите, и такая как будто веранда, и вы просто идёте, и там сплошные эти рестораны очень классные, кальяны, ну, без кого интересно, вот, и, да, очень хорошее место, мне нравится, но это бы скорее зимой или когда холодно, я туда люблю ходить. Да, если у вас есть какие-то вопросы или ещё запросы по видео, я буду рада ответить на ваши вопросы, и это видео меня запросила одна девочка в ВКонтакте, она меня спросила, как бы, по-моему, она меня спросила, ну, как бы, какие вещи собирать в Англию, или вообще, как себя везти в Англию, когда она едет там в Оксфорд, вот, поэтому, да, я надеюсь, я очень, я надеюсь, я ответила на твои вопросы, и, да, спасибо за запрос тебе большой, и если у вас остались какие-то вопросы, пишите их в комментарии, и, может, потом сделаю, типа, ответ на комментарий, вот, но, вообще, комментарии редко читаю, поэтому, да, если что-то прямо совсем срочно, то пишите мне в ВКонтакте, в личку или ещё куда, пока!